приветствую это у нас уже если не ошибаюсь 62 выпуск на злобу дня сегодня мы с вами рассмотрим одну тему которую многие уже у нас в Молдове игнорируют считается что даже неприлично говорить на эту тему это так называемые опросы которые проводят фирмы аффилированные партии социалистов и один из таких опросов я хочу сегодня с вами вместе посмотрите прокомментировать ну посмотреть в смысле цифры назвать вам на самом деле мне кажется что президентская компания ничего додона не научила и как они тогда придумывали соцопросы в которых додон побеждает то ли в первом туре то ли сразу во втором так и сейчас они пытаются через эти опросы манипулировать общественным мнением в принципе это нормальная политическая технология избирательная технология часто применяют многие партии но ее надо применять с умом а не так как это делают штабисты додона вот давайте посмотрим что в этих опросах есть такое последнем опросе маркетологи социологи как их называют которые провели в кабинете додона они заявляют что майя санду набирает 38 и 5 процентов социалисты и коммунисты 36 и 7 ну как бы есть отставание порядка двух процентов но вот это два процента это всегда погрешность социологов до трех процентов погрешность доходит ну какая как бы идея что мы идем ноздря в ноздрю надо мобилизоваться надо еще чуть-чуть усилий добавить но проблема в том что они наверно понимают но не хотят об этом думать что то что сейчас происходит вот эти то что они называют 36 почти 37 процентов социалистов и коммунистов это абсолютно такой верхний предел до которого они наверняка не дойдут но у у них нету резерва то есть они практически весь свой резерв уже исчерпали партия давно на политической арене и нет такого количества колеблющихся которые бы раз и начали голосовать за социалистов и коммунистов в то же время принижая процент вас которого гораздо больше я не скажу сколько там насколько больше но безусловно разрыв намного больше они тем самым мобилизуют избирателей пас особенно за границы которые смотрят на эти цифры да слушайте там дадон дышит спину а мы уже думали что там 50 процентов и особо как бы думали ну не стоит там нам особо дергаться и так побеждает нет надо мобилизовать всегда одного и вот этот посыл от социалистов как это ни странно пас мобилизует партию пас мобилизует и сторонников потому что они особенно сторонники не будут задумываться соврал там дадон в этих опросах не соврал догоняет надо опередить так вот у пас ума и санду есть резерв этот резерв доходит до 50 процентов и вот когда оставляют вот так примерно получается 12 процентов вот эти 12 процентов мобилизуются и проголосуют так что этим опросом больше вредят коммунистам социалистам а помогают мобилизовать пас и еще некоторые цифры упорно продвигают партию шор хотя у меня такое ощущение что сама партия уже не очень активно проводит компания и тут есть тоже определенная опасность на самом деле какие-то избиратели сектанты которые за шора шли там социальных магазинов и так далее они могут вот вот партия проходит надо проголосовать все же но если там реально допустим три процента а еще добавится один процент будет четыре процента и эти четыре процента потом значительная часть уйдет в пас то есть социалисты коммунисты в принципе должны были подумать или они полностью уничтожают партию шор вплоть до того что они договариваются они друзья большие воронин шором друг и дадон шором друг и снимая свою партию и попроси за нас голосовать это дала бы им ну добавила бы наверно четыре а может даже пять процентов и сыграла бы определенную роль а так получится что шаристы могут не пройти и процента разделиться между партиями победителями и значительная часть уйдет в партию пас так как ну предполагается что они будут на первом месте те кто будут на первом месте возьмут больше процент потому что делится пропорционально как всегда тут их нельзя остановить они задерживают рената усатого это очень любопытно когда почитаешь вот их не комментарии пропагандистов социалистов они пишут большая ошибка рената усатого что он не пошел партия пошел блоком на самом деле я не думаю что это ошибка потому что блок рената усатого это узнаваемость наша партия она очень мало узнаваемая и поэтому я думаю вот тут пишут 5 и 2 процента я думаю что реально плюс минус от 8 до 10 процентов сегодня в этой этого блока может быть и больше вы помните что на выборах рената усатого получил почти 17 процентов эти проценты где-то есть да какая-то часть может быть уйдет кому-то но полностью они пропасть не могут и в данной ситуации когда они дают такой низкий процент они мобилизуют самого рената усатого я вот смотрю сейчас почти каждый день одно второе третье село то есть он буквально смысле пашет я не вижу такой активности со стороны других лидеров партии которые было так взяли пропахали почти всю молдову в один день я смотрю на севере на юге и так далее да сейчас не очень много людей собирается на встречи с лидерами партии с активистами но там есть такой эффект приехал сам лидер что-то сказал и обязательно по селу расползутся слухи вот он сказал то 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 а усатый умеет зацепить какими-то вещами что-то такое пообещать что обязательно будут обсуждать люди поэтому в этом плане я думаю что они только стимулируют своими опросами усатого более активно выступать они никак не могут определиться с платформой да на выборах президента они раскручивали платформу давали там что минимум третье место получит андрей анастасы что он всех опередит там ну может проиграть только санду и додону то есть но будет третьим первом туре сейчас они не знают что делать с этой партией но она им очень нужна потому что эта партия реально забирает те проценты которые мог могла бы получить партия майсад пас и в этом плане такое у социалистов коммунистов колебания раскручивать эту партию ну а как раскручивать пустить на свои каналы но если пустить на свои каналы те волей-неволей вынуждены будут критиковать социалистов и коммунистов потому что отбирая голоса у партии санду они должны показать что не более борцы с левыми чем партия пас то есть механизмов нету раскрутки ну и не знаю там говорят что на президентских выборах давали какие-то суммы свечку не держал не могу подтвердить и опровергнуть это но во всяком случае я думаю что сейчас штабисты социалистов очень упорно думают или помочь как-то платформе или плюнуть что будет то будет но с точки зрения технологии конечно им выгоднее помочь потому что платформа реально может что-то отобрать у пас и они дают дальше нескольким унионистским партиям а демократия касса аур пун ну в общей сложности те получают где-то 3-4 процента но тут тоже какая бы цель пусть забирают у моей санду причем некоторых опросах они вначале поднимали у унионистским партиям а потом сами как бы испугались что ну начали другие вы что там делаете зачем вы так им поднимаете эти проценты но они сейчас успокоились но в районе 1-2 процента не будут им кидать и безусловно но они не могут обойти своих вопросов тем чтобы принизить показать всю никчемность тех сторонников тех партий которые на левом фланге это патриоты молдовы партия регионов партия трудящихся ну и естественно гражданский конгресс им как бы там чуть ли нули выписывают если была возможность они бы писали минус 3 процента минус 10 процентов но где-то в погрешностях нулях они там им дают хотя вы знаете на всяком случае гражданский конгресс ведет себя достаточно активно хотя есть у меня к ним определенные замечания по ведению кампании то есть они явно в каких-то перегибают палку тут они делают вызов пас идите с нами на дебаты что-то напоминает мне маленькую собачку которая лаяла на слона но явно хотят привлечь к себе внимание патриоты молдовы заявили что хотят объединиться с россией у каких-то сторонников такого беде есть нашем обществе безусловно это вызовет интерес партия трудящихся с там очень сильные блогеры попались некоторые и достаточно хорошо раскручивают эту партию и я вижу уже появились какие-то ролики у них такие антидодоновские за партию то есть тоже появляется возможность у этой партии себя раскрутить ну не могу ничего сказать о партии регионов честно говоря не вижу на избирательном небосклоне ее но в целом вот такие опросы социалистов они действительно вызывают интерес к размышлениям а что задумали социалисты что они хотят показать этими опросами пока я вижу только одно они хотят этими опросами показать что президентская компания их ничему не научила как не умеют они воздействовать на общественное мнение не умели так и не умеют ну и наверное не будут уметь но всего хорошего желаю вам хорошего здоровья берегите себя пандемия не закончилась не нужно вот иллюзии что все прошло вы видите что происходит в россии когда путин в прошлом году доложил мы первые в мире победили пандемию а сейчас россия дает один из самых высоких ростов заболеваемости в мире и пошла очень большая смертность и поэтому не нужно эйфории надо прививаться и все равно в общественных местах в общественном транспорте в магазинах один на базарах одевать маски надо беречь себя и беречь других всего вам хорошего в общественных местах